В начале игры, как вы знаете, у игроков есть рестарты. То есть возможность отказаться от того расклада, который выпал. И по договоренности ребята договариваются, сколько этих самых рестартов в итоге будет. Некоторые договариваются о одном рестарте, то есть на первый день можно отказаться от игры и все. Некоторые договариваются о двух рестартах, это два рестарта в первый день, то есть два раза можно на первый день отказаться, Или один раз на второй, что равносильно двум рестартам. Или договариваются о трех рестартах, что позволяет три раза на первый день отказаться. Или один раз на первый, один раз на второй. Либо же просто один раз на третий день отказаться от расклада, который вам выпал. Раз уж мы с вами зацепили тему рестартов, то давайте немножечко по этой теме пройдемся. Зачем вообще нужны рестарты? Дело в том, что генератор карт часто создает очень неравноценные расклады. Одному игроку сдает очень много полезных объектов, много ресурсов, хорошие дороги, хорошие охраны. А второму может сдать зеркально в противоположную сторону. Все очень плохо будет. И затащить такую партию будет крайне сложно. Поэтому игроки, зная особенности того или иного шаблона для случайной карты, они примерно уже понимают. Вот сначала разбегаются героями в разные стороны и смотрят, что вроде для этого шаблона сдало нормально, значит можно заиграть. Если же нет, то рестартят. Точно так же они следят в таверне через логово воров за тем, что происходит у их соперника. И видят, что, например, вы стартанули в каких-нибудь 3 героя, а соперник стартанул в 7-8 героев. Понятное дело, что он вас просто разорвет в пух и прах с таким раскладом. И вам будет крайне тяжело соперничать. Лучше зарестартить и поискать более интересного расклада, более равноценного и так далее. Но обычно, когда говорят рестарты 1-1-1, рестарты 1-1-2 или рестарты 1-1-3, это обозначает следующее. Первая цифра это месяц, вторая цифра это неделя, третья цифра это день. В общем-то, все, что вам нужно знать, это ориентироваться по третьей цифре. Если, например, 1-1-3, это значит вам дается в общей сложности 3 дня на рестарты. Если вы берете рестарт на первый день, у вас из рестартов отнимается 1 день. То есть, например, было 3 дня на рестарты, осталось 2 дня, потому что 1 день вы потратили. Если вы рестарт берете на второй день, было 3 рестарта 1-1-3, у вас останется 1-1-1, то есть всего лишь 1 рестарт на 1 день, потому что вы целых 2 дня на рестарты уже потратили за раз. Ну а если берете на третий день, сразу же минус 3 дня на рестарты. Именно так придумали игроки. Ну и вообще, вот эта вот ситуация с анализом карты и взятием-невзятием рестартов, это дополнительная тактическая составляющая. Она, с одной стороны, затягивает процесс игры, и многие, особенно новички, начинают жаловаться, почему так. Это долго, на рестарты могут уходить несколько часов, зачем так долго ждать и так далее. Но это вынужденная ситуация, как раз таки, ребят, из-за неравноценных раскладов. И ребята пытаются хоть как-то сбалансировать. Тогда, если даже после всех рестартов часто бывает так называемая сдачка на удачку, когда оба игрока тратят все свои рестарты, и в итоге играют уже без рестартов то, что им сгенерится. Но, опять же, если тебе сдает плохо, и ты потратил все свои рестарты, ты можешь жаловаться только на себя. Перед тем, как брать рестарты, должен подумать, что все может быть гораздо хуже, чем у оппонента. Также есть технические рестарты, когда, например, у вас перед городом, ну вот, например, вот такие вот пачка магогов появится прямо перед замком, и вам нельзя будет выйти. Это технический рестарт, потому что вы просто полноценно не можете играть при всем своем желании. Таким образом, вам нужно будет просто сидеть постоянно в городе, а соперник будет бегать. Такой рестарт, конечно же, пишется. Можете сделать скриншот, переслать этот скриншот сопернику, и таким образом он с вами согласится, или отослать судье турнира, и спокойненько-спокойненько поедете. Начинать заново. На портале Herois World технические рестарты заставляют брать вас ваши рестарты. Я с этим, конечно, абсолютно не согласен. Вы никак не отвечаете за генераторы, почему вы должны тратить свои рестарты. Но игроков, судя по всему, все устраивает, раз они так играют. Я, например, в своих турнирах за технические рестарты не отбираю игроков их субъективные, так называемые, рестарты, то есть рестарты по их выбору. Тут уже многое зависит от организатора. Как организатор посчитает, так оно, в принципе, и будет. Ну и когда, кстати, таймер заканчивается, вы видели, что на последние 10 секунд постоянно начинают вылазить сообщения, которые говорят о том, что осталось 10 секунд, 9, 8, 7, 6, 5 и так далее. И когда каждая минута проходит, снизу появляется тоже сообщение зелененьким, которое говорит о том, что прошла еще одна минута, точнее, и вам нужно поторопиться, чтобы вы обратили внимание на верхний левый угол и посмотрели, у вас там еще нормально таймера или нет. Ну и, конечно же, идет звуковое сопровождение с этим, на случай, если вы играете с включенными динамиками или с наушниками. Субтитры создавал DimaTorzok